Итак, сегодня мы продолжаем обсуждать книжку Линнебо «Тонкие объекты». И сегодня у нас десятая глава, которая называется «Натуральные числа». Вообще можно выделить две концепции натуральных чисел. Это, во-первых, понимание натуральных чисел как кардинальных чисел. Это в рамках логицизма, в частности у Фрегги и у Рассела. И также у неологицистов это присутствует. И также натуральные числа можно понимать как кардинальные числа, как порядковые числа. Такое понимание есть в рамках конструктивизма и, например, в рамках неэлиминативного структурализма. Допустим, у Шапиру, у Резника, вот у таких вот исследователей. Линнебо утверждает в самом начале своей главы, что обычная практика использования языка и вообще обычная арифметическая практика, то есть то, как арифметикой занимаются обычные люди, больше всего соответствует второй концепции, нежели первой. То есть больше всего соответствует пониманию натуральных чисел как ординальных чисел. Что он говорит по этому поводу? Он добавляет такой нюанс, что натуральные числа представляют собой пример типов без токенов. Ну, то есть вот абстрактный тип, некоторые натуральные числа существуют, при этом предполагается, что некоторый абстрактный тип существует, если возможно существование токенов, которые этот тип реализуют. Но вот для натуральных чисел с его точки зрения существование токенов необязательно. То есть натуральные числа, они вроде как существуют как абстракции вне зависимости от того, есть токены или нет. Как же происходит индивидуация натуральных чисел? Это мы можем рассмотреть отдельно для двух концепций, которые были обозначены ранее. В рамках понимания натуральных чисел как кардинальных чисел, то есть в рамках кардинальной концепции, вот какая она обозначена здесь, числа индивидуируются кардинальностями понятий или наборов. И это такое понимание соответствует двухуровневому критерию тождества. То есть у нас есть некоторые наборы или некоторые понятия, мы определяем, значит, их кардинальности, взаимоотношения между этими понятиями. И, соответственно, в зависимости от отношений между понятиями мы получаем числа. Ну, это делается с помощью, например, принципа Юма. Мы знаем, что число объектов, подпадающих под понятие F, равно числу объектов, подпадающих под понятие G, тогда и только тогда, когда F и G равномочны. Вот, то есть у нас есть здесь некоторые, скажем так, сущности, которые относятся к первому уровню, то есть к изначальному домену, это наше понятие. И у нас есть сущности, которые относятся к домену уже второго уровня, то есть это абстракции, вот это число объектов, подпадающих под понятие, соответственно. Вот, ну и в данном случае натуральные числа понимаются как конечный кардинал. Есть такая замечательная штука, которая называется теорема Фреги. Она уже у нас упоминалась в связи с обсуждением этой книги Линнобо. Теорема Фреги говорит, что из чистой второпорядковой логики, вместе с принципом Юма и некоторыми соответствующими определениями, можно вывести второпорядковую арифметику Дедекин-Депиано. Ну, а это означает, что всю ординальную арифметику тоже мы можем вывести. То есть нам достаточно понимать натуральные числа как кардинальные числа, и у нас выводится понимание натуральных чисел как кардиналов из этого. Но теорема Фреги имеет место только в том случае, если принцип Юма понимается импредикативно, с чем, собственно, Линнобо в своей книге старается спорить. С его точки зрения принципы абстракции нужно понимать предикативно, чтобы у нас не возникали парадоксы, не возникало противоречий, и чтобы проблема плохой компании у нас тоже не работала. Однако, если мы выберем предикативное понимание принципа Юма, то с ним нельзя доказать, что для всякого числа есть следующее число. Поэтому предикативное понимание принципа Юма является достаточно слабым, по меньшей мере, с математической точки зрения. То есть мы не можем иметь все те результаты, которые у нас есть при импредикативном понимании и которые являются для нас желательными. Вот. Ну, собственно говоря, если посмотреть, как обстоит дело с пониманием чисел в рамках неофрагианства, ну, допустим, у Хейла или у Райта, то они утверждают, что любой абстракционистский подход должен основываться на концепции натуральных чисел, как конечных кардиналов. Вот. То есть они предполагают, что если кто-то развивает абстракционистский подход, как, например, Линнобо, то он обязательно строится на понимании чисел, как кардиналов. И с этим Линнобо стремится в этой главе спорить. То есть он развивает абстракционистский подход, но при этом он будет выступать против понимания натуральных чисел как конечных кардиналов. Ну, то есть, точнее, не так. Он говорит, что и та, и другая концепции являются верными, в смысле кардинальная концепция и ординальная концепция. Но ординальная концепция ближе обычной арифметической практике, чем кардинальная концепция, и поэтому она является более базовой. Вот. Как происходит индивидуация натуральных чисел в рамках ординальной концепции? В рамках ординальной концепции числа индивидуируются ординальными свойствами, то есть их позиции в некоторой последовательности. И такое понимание тоже соответствует духу-уровневому критерию тождества. Критерии тождества мы можем для ординальной концепции сформулировать вот таким вот образом. У нас будет такой вот принцип, такой вот критерий тождества, и он у нас имеет следующий смысл. Значит, оператор N отображает некоторый нумерал, то есть некоторый токен, в ассоциированное с ним число, в ассоциированную с ним абстракцию, то есть некоторый тип. И у нас вот это вот отношение эквивалентности между нумералами. Это отношение эквивалентности понимается как занимание одной и той же позиции в последовательности. Допустим, у нас есть некоторая последовательность. Если мы знаем, что какое-то число занимает в ней третью позицию и какое-то число занимает третью позицию, это значит, что они занимают одну и ту же позицию, то есть они эквивалентны. Или, например, у нас есть две последовательности. Мы можем говорить, что некоторые... Ну, точнее, не число там, да, тут о токенах имеется в виду. Допустим, токен — это арабское число 3, и арабская цифра 3, и, например, римская цифра 3. Вот, они в последовательности, в двух разных последовательностях. Первая последовательность — это последовательность арабских цифр, вторая последовательность — это последовательность римских цифр. Они занимают одну и ту же позицию, значит, они эквивалентны. Вот, если они эквивалентны, то тогда числа, которые ими обозначаются, равны. Они обозначают и арабская цифра 3, и римская цифра 3 обозначают одно и то же число, число 3, и поэтому, значит, это число 3, оно самому себе равно. Вот, как я уже сказал, Линаму говорит, что обе концепции, именно кардинальная концепция и ординальная концепция, являются правильными, они обе достаточно обоснованы, но лишь в том случае, если понимаются предикативно. Правда, практика указания, как это я уже, опять же, говорил, но еще раз повторю, практика указания натуральные числа больше соответствует ординальной концепции. Концепция тонких объектов ни коей мере не зависит от выбора концепции натуральных чисел. И здесь он явно противостоит неофрагианцам, которые говорят, что любой абстракционистский подход предполагает, что у нас кардинальная концепция является базовой. Правда, Линаму оговаривается, что, конечно, концепция натуральных чисел в некотором языке, она может зависеть от культуры, но вот в нашей европейской культуре у нас ординальная концепция является базовой. Можно, конечно, себе представить, что в какой-нибудь другой культуре наоборот, кардинальная концепция будет базовой. Что же против кардинальной концепции можно высказать? Вот эта самая кардинальная концепция, она, конечно, обоснована, она верна, но, тем не менее, она не объясняет то, как мы выделяем натуральные числа для указания на них в более простом арифметическом мышлении. Неофрегианцы заявляют, что есть... Ну, то есть у них задача такая. Неофрегианцы хотят показать возможный путь к априорному знанию абстрактного мира, натуральных чисел, но не представить анализ нашей действительно арифметической практики. То есть у них задача совсем другая. Их не интересует наша арифметическая практика, их не интересует, как арифметические понятия используются, ну, скажем так, в обыденной жизни. У них задача показать, каким образом мы можем априорно знать такие абстракции, как натуральные числа. С точки зрения Линнебо гораздо важнее другое, гораздо важнее понять, в какой мере эта обычная арифметическая практика может давать нам знание, априорное знание абстрактного мира. Вот. И если... Ну, значит, против кардинальной концепции можно сформулировать три возражения. Первое возражение может быть названо возражением от специальных чисел. Оно состоит в следующем. Если кардинальная концепция верна, то некоторые числа были бы нам очевидны и не вызывали бы каких-то особых проблем. Ну, например, таковыми были бы отрицательные числа или, например, число 0. Однако всякая последовательность имеет первый элемент, но не нулевой элемент. И число 0 вводится в истории математики относительно поздно. Ну, по крайней мере, в европейскую математику число 0 попадает, скорее всего, вместе... Ну, скорее всего, благодаря трудам Фибоначчи, то есть это XIII век. До этого число 0 в европейской математике, можно сказать, отсутствовало. Вот. Конечно, вместо вот такой вот записи, значит, число объектов, подпадающих под понятие F, можно использовать вот такую запись. Число объектов, составляющих некоторую множественность X. Вот. И поскольку множественности не могут быть пустыми, в отличие от понятий, понятия могут быть пустыми, и поэтому абстракция над пустым понятием дает нам 0. Число 0. Вот. Поскольку множественности пустыми быть не могут, то абстракция над множественностью нам никогда 0 дать не может. И поэтому никакого простого пути к получению такой абстракции, как число 0, у нас нет. Но, тем не менее, такой вариант не подходит логицистам, поскольку в этом случае подрывается аргумент Фреги о существовании бесконечного набора натуральных чисел. Это очень важный результат, который неологицисты хотели бы сохранить. И, кроме того, если бы базовая концепция натурального числа была основана на кардинальностях, то есть на абстракциях вот такого вида, как число объектов, подпадающих под понятие Ф, то тогда бесконечные кардиналы должны были бы быть тоже более очевидными и естественными. Ну, то есть мы выходим здесь уже за рамки, конечно, обычной арифметики, выходим за рамки натуральных чисел. Ну, тогда возникает вопрос, почему натуральное число обязательно должно быть конечным, если, например, базовым пониманием числа является кардинальная концепция. Мы в рамках кардинальной концепции можем мыслить бесконечные понятия, и эти бесконечные понятия будут иметь разную мощность. Поэтому мы можем мыслить разные бесконечности. Вот, может быть, тогда нужно их тоже в число натуральных чисел включить. Вот, тем не менее, эти разные бесконечности, разные бесконечные кардиналы, они не являются очевидными и естественными по меньшей мере для тех, кто знает обычную арифметику. Если мы обычному человеку, который никогда теорию множеств не изучал, расскажем, что есть бесконечность одного размера, есть бесконечность побольше, есть бесконечность еще больше и так далее, то этот человек нам вряд ли поверит. Вот. То есть, от арифметики простого пути к бесконечным кардиналам нет. Вот. Соответственно, возможен другой, возможен ответ на это возражение следующее. Мы можем использовать конечный вариант принципа Юма, который строится таким вот образом. Если понятие F является конечным и понятие G является конечным, то тогда выполняется принцип Юма. В этом случае мы не будем ничего говорить по поводу бесконечных кардиналов. У нас не будут возникать никакие бесконечные натуральные числа, какие-то странные конструкции. И все вроде как будет нормально. Но как же тогда люди с обычным арифметическим знанием должны понимать конечность? Возникает вопрос. Что значит быть конечным? Потому что, когда мы рассуждаем о конечном и бесконечном, мы это все равно не можем сделать в рамках арифметики. В рамках арифметики, какое бы мы число ни взяли, оно будет всегда конечным. Нам нужно выйти за пределы арифметики. Поэтому обычное арифметическое знание не содержит определения того, что же такое конечное, поскольку мы не можем его противопоставить бесконечному. Для того, чтобы понять, что же такое конечное, что такое конечный кардинал, и отличить его от бесконечных кардиналов, нам нужно знать теорию множества. Поэтому люди, которые имеют просто базовое арифметическое знание, такой принцип не могут использовать для того, чтобы получать абстракции чисел. Второе возражение против кардинальной концепции – это возражение с точки зрения философии языка. Вот в естественном языке у нас есть разные выражения для обозначения чисел. И в частности у нас есть выражение вида число эфов. Например, мы можем сказать число столов или число стаканов или число участников нашего заседания. Эти выражения являются определенными дескрипциями. Они не являются чисто референциальными терминами. И они не являются жесткими термами, в отличие от числительных. Вот числительные являются жесткими терминами. Числительное, например, один, оно жестко именует объект единица во всех возможных мирах. А выражение число участников нашего обсуждения, оно в разных возможных мирах именует разное количество людей. Это может быть ноль людей в каком-то возможном мире, может быть один человек, два, три и сколько угодно. В разных возможностях мирах в нашем обсуждении участвует разное количество людей. Определенные дескрипции не являются жесткими термами. Для понимания дескрипции требуется некоторое предварительное понимание составляющих их термов. И это понимание дается нам через понимание прямой референции. Когда мы говорим, что число участников нашего обсуждения равно, допустим, пяти в каком-то возможном мире, то мы предполагаем, что мы знаем, что такое число, что такое участник, что такое обсуждение, как используется местоимение «наш» и так далее. Благодаря пониманию прямой референции этих терминов мы понимаем определенную дескрипцию числа участников нашего обсуждения. Поэтому дескрипции не могут выполнять базовую роль в указании на числа. Они предполагают более простую форму указания на числа. То есть сами дескрипции предполагают, что референция дескрипции будет объясняться через референцию составляющих дескрипции термов. В отличие от этого числительные такого анализа не предполагают. Поэтому числительные в языке являются более базовыми терминами для обозначения чисел, чем определенные дескрипции. А как раз-таки число F – это то выражение, которое используется в рамках неологицизма и в рамках логицизма у Фреги, например, для того, чтобы сформулировать принцип Юма. Число объектов, подпадающих под понятие F, равно числу объектов, подпадающих под понятие G, тогда и только тогда, когда F и G равномочны. То есть здесь предполагается, что вот это кардинальное понимание, где числа обозначаются с помощью определенных дескрипций, является базовым. Тем не менее, философия языка говорит нам, что оно не является базовым. Соответственно, неологицисты должны объяснить, как работает язык и почему определенные дескрипции должны быть базовыми. Если вот только что мы обнаружили, что базовыми должны быть просто числительные, которые напрямую указывают на числа. Кроме того, против кардинальной концепции можно еще сформулировать такое возражение, как отсутствие непосредственности. Ну, например, вот у нас есть 5 яблок на столе. Мы можем тогда сформулировать следующее. Мы можем сказать, что число 5 есть число яблок на столе. То есть число 5 равно числу яблок на столе. С точки зрения Фреги, 5 есть число кардинальных чисел, меньших или равных 4. У него так числа определяются в основоположениях арифметики. Вот, такое понимание числа 5 не является непосредственным. Для людей с базовым арифметическим знанием понимание того, что число чисел между нулем и четырьмя включительно, равно 5, а не 4, не является непосредственно очевидным. Нам нужно задуматься относительно того, сколько же чисел от нуля до четырех включительно, для того, чтобы понять, что их 4. И это можно подтвердить экспериментально. Мы можем замерять скорость реакции, и, соответственно, мы увидим, что когда задаются вопросы касательно кардинальности в духе логицизма или неологицизма, то люди думают немножко дольше над ответом, чем когда имеется в виду ординальное понимание натуральных чисел. Вот, и поэтому ординальная арифметика, ординальная концепция представляется более очевидной в силу нашего знания числительных. Вот мы с детства знаем, как оперировать с числительными, как считать, и поэтому нам легче обходиться ситуацией, когда вопросы касаются ординального понимания. Вот, возможно, конечно, такая феноменология в некотором смысле не является обоснованной из-за того, что у нас нет непосредственного доступа ко всем характеристикам мышления, ко всем содержаниям мысли. Но, тем не менее, как я сказал, эта точка зрения может быть подтверждена и от третьего лица. То есть мы можем измерять время реакции на разные арифметические вопросы. Если наш вопрос предполагает кардинальную концепцию в первую очередь, то реакция будет дольше, по крайней мере, для обычного европейца. Вот, что же предполагается в качестве преимуществ кардинальной концепции? Недостатки мы посмотрели. В качестве преимуществ неологицисты предполагают следующие два момента. Первое преимущество состоит в следующем. Есть такой принцип, который называется ограничение фреги. Вот, с точки зрения этого принципа приложения, то есть применения натуральных чисел встроены в условия их тождества. Вот, это очень удобно. Мы знаем, что, допустим, что такое число 5? Ну, это число представляет собой некоторый класс, элементами которого являются объемы всех понятий, под которые подпадают 5 объектов, 5 элементов. Вот, однако неясно, должно ли накладываться такое ограничение? Даже если оно должно накладываться, то, тем не менее, ничто не гарантирует, что кардинальная концепция верна. Так как естественное приложение натуральных чисел состоит не только в измерении кардинальности, мы не только говорим, что, например, в комнате находится 5 стаканов, да, то есть под понятие стакан, находящийся в комнате подпадает 5 объектов, но также естественными приложениями натуральных чисел являются измерения ординальности. Мы можем зайти в комнату и посчитать их, сказать первый стакан, второй стакан, третий стакан, четвертый стакан, пятый стакан. Вот. Это тоже вполне себе естественное действие, такое же, как мыслить себе некоторую кардинальность. Второе преимущество предполагаемое преимущество кардинальной концепции состоит в следующем. Есть еще такой аргумент самостоятельного развертывания. Вот. Кардинальная концепция позволяет Фреге доказать, что для всякого числа имеется следующее число. Какое бы мы число ни взяли, всегда для него существует следующее число. Однако для этого требуется импредикативный принцип Юма. Вот. Если мы берем предикативный принцип Юма, то как раз таки аргумент самостоятельного развертывания перестает работать и поэтому если мы добавляем к второпорядковой арифметике импредикативный принцип Юма, то мы не можем доказать теорему Фреги. Соответственно, мы не можем построить второпорядковую арифметику дедакин-дэ-пиэм. Однако аргумент самостоятельного развертывания требует импредикативный принцип Юма и требует импредикативную второпорядковую логику. И вряд ли это является источником убежденности обычных людей в том, что для всякого числа имеется следующее число. Ну, то есть доказать то, что для всякого числа имеется следующее число, нам можно только если мы используем импредикативный принцип Юма и импредикативную второпорядковую логику. Это достаточно продвинутые принципы, достаточно продвинутая логическая система, для которых мы не можем предполагать, что люди, имеющие базовое арифметическое знание, владеют ими в достаточной мере. Теперь Линнабо переходит к разработке ординальной концепции. Он говорит, что вот, смотрите, натуральные числа мы можем представить разными нумералами. Мы уже говорили о том, что можно число 3 представить с помощью арабской цифры 3, можно представить с помощью римской цифры 3, можно представить с помощью штрихов, например, как Гильберт предполагает, или еще как-нибудь. Вот. Соответственно, нумерал может, ну и кроме того, любой нумерал может играть роль абсолютно любого числа, в зависимости от того, какую позицию он занимает в некоторой последовательности. Мы можем взять те же самые арабские цифры, переставить их местами, у нас будет новая последовательность нумералов, и тогда арабская цифра 3 будет обозначать уже другое натуральное число. Если она, например, будет занимать пятую позицию, то она будет обозначать число 5. Вот. То есть отношение между нумералом и натуральным числом это отношение случайное. Просто язык так сформировался, у нас есть некоторая традиция. Вот. Соответственно, мы введем следующее понимание нумерала. мы будем говорить, что у нас есть упорядоченная пара. У нас есть в этой упорядоченной паре первый элемент, это сам нумерал, и второй элемент это последовательность, то есть некоторое упорядочение, в котором этот нумерал занимает какую-то позицию. Упорядочение будет пониматься интенсионально, как некоторый алгоритм или некоторая процедура, а не как упорядоченное множество или список. поскольку упорядочение должно быть вычислимым, чтобы ему можно было обучиться и его можно было эффективно использовать. И упорядочение должно быть определено не только на действительных нумералах, а их конечное число, но и на возможных нумералах. Допустим, мы умеем считать только до 67. Мы никогда не считали больше, чем 67. У нас есть нумералы от 1 до 67. А что делать дальше, мы не знаем. Вот у нас конечное число нумералов есть. 67. Все, больше нет. Но тем не менее, на туральных чисел предполагается, что их бесконечное число, а нумералов конечное. Соответственно, нам нужно определить упорядочение так, чтобы оно определяло порядок и возможных нумералов, которые могут появиться в будущем. Если мы вдруг завтра сосчитаем до 68, вот этот новый нумерал куда-то мы должны поместить. И это упорядочение должно его помещать соответственно здесь в конце нашей последовательности. Вот. Теперь по поводу порядкового типа отношения R. Минимальное требование состоит в том, что R должно быть дискретным линейным порядком с начальным объектом. То есть должно быть так, что между двумя соседними нумералами нет никакого третьего нумерала и они должны быть линейно упорядочены. Кроме того, должен быть некоторый начальный нумерал, обычно это единица. Можно предполагать, что нужно, чтобы R еще имела порядковый тип омега. Но это требование представляется чрезмерным и не соответствует базовой арифметической компетентности. здесь можно указать на трудности понимания математической индукции для тех, кто только начинает изучать арифметику. Те, кто только начинает изучать арифметику, скорее всего, математическую индукцию еще не понимают. Можно еще предположить, что R не должно иметь конечной точки. Однако это требование тоже является нежелательным, так как системы числительных могут основываться на конечных порядках. Можно предполагать, что R должно быть вполне фундированным, а его порядковый тип не должен превышать омега. Но это требование тоже является чрезмерным. И эти особенности, а именно, что R должно быть вполне фундированным, а его порядковый тип не должен превышать омега, эти особенности лучше всего объясняются с помощью рекурсивных правил построения выражения естественного языка. Мы знаем, как в естественном языке строить числительные какой угодно величины. И поэтому мы можем, исходя из этого, объяснить, что r является вполне фундированным и его порядковый тип не превышает омега. Кроме того, нам нужно задать отношение эквивалентности между двумя нумералами. Вот здесь у меня пропущена угловая скобка. То есть вот у нас есть нумерал ur и нумерал u' r'. И отношение эквивалентности между ними будет предполагать, что эти два нумерала обозначают одно и то же число. Это отношение эквивалентности будет состоять в том, что два объекта u и u' занимают аналогичные позиции в их упорядочениях. То есть u занимает некоторую позицию в порядке r, а u' занимает ту же самую позицию, но в порядке r'. Как я уже приводил пример, допустим, у нас есть последовательность арабских цифр, и там есть некоторый нумерал, а именно число 3 арабское. Оно занимает третью позицию. И у нас есть последовательность римских цифр. Да, и у нас есть цифра 3 римская. Она занимает третью позицию. Соответственно, мы можем сказать, что они занимают аналогичную позицию, соответственно, нумералы будут эквивалентны. Вот, то есть эти два нумерала будут эквивалентны тогда и только тогда, когда имеется некоторое отношение c, которое сохраняет порядок корреляций начальных сегментов r и r'. Такое, что оно имеет место между u и u'. Вот, и, соответственно, мы можем сформулировать следующий принцип тождества. Мы можем сказать, что число, которое обозначается нумералом u в порядке r, равно числу, обозначаемому нумералом u' в порядке r', тогда и только тогда, когда нумерал u в порядке r эквивалентен нумералу u' в порядке r'. То есть вот эта часть справа от знака эквивалентенции говорит о том, что u и u' занимают аналогичную позицию в их последовательностях. И из этого мы делаем вывод, что они обозначают одни и те же числа, одни и те же натуральные числа. То есть, поскольку и арабская цифра 3, и римская цифра 3 обе занимают в своих собственных последовательностях третью позицию, то числа, которые обозначаются этими двумя нумералами, равны. Вот, здесь у нас u и u' пробегают по конкретным объектам, то есть по объектам из изначального домена. Это могут быть надписи какие-то, это могут быть звуки или еще что-нибудь вроде этого. r и r' – это отношение порядка над этими конкретными объектами. Ну, соответственно, предикат нум выполняется для всех и только тех объектов, которые определяются указанным образом. Это будет предикат, который обозначает числ. Вот у нас этот принцип тождества. Вот, этот принцип может быть подвержен варианту парадокса Бурали-Форти. Однако, так как u и u' пробегают по конкретным объектам, а значения функтора m являются абстракциями, то есть у нас u и u' – это объекты изначального домена, а применение оператора n к какому-то нумералу дает нам абстракцию, то есть нечто, что относится уже к домену следующего уровня. Вот, ну или мы можем там разные типы задавать, говорит, что у нас тип для u – один, да, тип для значения n – это другой тип, и, соответственно, они никак пересекаться друг с другом не могут. Вот, соответственно, парадокс Бурали-Форти не возникает. Вот, более того, требование того, чтобы u и u' пробегали по конкретным объектам, мотивируется не столько желанием избежать противоречия, сколько желанием того, что должна быть возможность фактически использовать систему нумералов на практике. Значит, нумералы должны быть эпистемически и семантически доступны нам легче, чем обозначаемые ими числа. Ну, оно так и есть, собственно говоря. Мы достаточно легко обучаемся языку, легко изучаем разные нумералы и легко с ними оперируем, предполагая, что мы тем самым оперируем вроде как с абстракциями. Ну, конечно же, мы просто обозначаем абстракции с помощью нумералов. И нумералы эпистемически и семантически нам как раз-таки доступны, в отличие от натуральных чисел. Вот, кроме того, другой вариант решения проблемы, связанной с парадоксом Бурали-Форти, Линоба будет обсуждать в главе номер 12, где он будет строить динамическую концепцию множеств и динамическую абстракцию. Теперь перейдем к обоснованию аксиома арифметики. Ну, это не совсем обоснование, это скорее демонстрация того, как аксиомы арифметики можно сформулировать с помощью ординальной концепции. Вот, следующее число мы определим так. Мы будем обозначать следующее число в нашей ординальной концепции, как S с решеткой. Мы будем говорить, что если U' является R' следующим для некоторого V, такого, что это самое V занимает аналогичную позицию для U, но уже в своем порядке. То есть, другими словами, у нас получается, что нумерал U'R' будет следующим для нумерала U'R. Вот, кроме того, у нас есть еще вот такой вот такой вот функтор и точнее не функтор, а предикатор. И с решеткой. И с решеткой от X будет говорить, что X является первым в своем порядке. Ну, то есть, это единица. Первый в порядке — это один. У нас мы с единицы будем начинать, не с нуля. Поскольку в естественном языке мы считаем с единиц. И объекты мы начинаем считать с единиц, а не с нуля. Мы можем определить операции сложения следующим образом. если Y является первым в своем порядке, то тогда X плюс Y равно Z тогда и только тогда, когда Z является следующим для X. Ну, то есть, поскольку Y — это единица, то тогда, если X прибавить единицу, мы получим Z. Это означает, что Z — следующее число за X просто. Вторая аксиома, скажем так, или второй принцип, определяющий сложение, следующий. Если Y' является следующим для Y, и если X плюс Y равно Z, то тогда X плюс Y' равно Z' тогда и только тогда, когда Z идет перед Z' то есть Z' является следующим для Z. Ну, то есть, если у нас есть, например, число 3 и 4, то если мы прибавим к ним любое число, мы получим какое-то Z к первому из них, к тройке. И если мы получим Z', если прибавим то же самое число к четверке, то это означает, что поскольку тройка и четверка на единицу различались, то и Z и Z' тоже будут различаться только на единицу. Также мы можем определить принципы, которые задают операцию умножения. Если Y является первым, то есть Y равен единицы, то тогда X умножить на Y равно Z, тогда и только тогда, когда X эквивалент на Z. Какое бы мы число не взяли, если мы его умножим на единицу, мы получим то же самое число. Поэтому они эквивалентны. X и Z. И второе говорит следующее, что если Y' является следующим для Y' и если X умножить на Y равно Z, то X умножить на Y' равно Z' тогда и только тогда, когда Z плюс X равно Z' и Z' вот, но это следующий. Уже как обычно понимается натуральные числа, мы можем описать их там, ну вот, допустим, в каком-нибудь, с помощью типов мы их описываем. Например, когда мы задаем 0 и следующее число, да, и там у нас, соответственно, умножение определяется через выборку по шаблону, да, получается, мы делаем индукцию по одному из термов. Вот и здесь точно так же. У нас индукция по одному из термов. В данном случае по одному из нумералов осуществляется. Вот, ну и, собственно говоря, индукция, мы можем показать, что эти выражения однозначно определяют стандартные отношения на всех нумералах. То есть, они соответствуют операции сложения и умножения на натуральных числах. Теперь мы можем определить отношения на самих натуральных числах. Мы можем определить следующее так, что если мы сделаем число из нумерала n и если мы сделаем число из нумерала о, нет, если мы сделаем число из нумерала x и если мы сделаем число из нумерала y, то y будет следующим по отношению к x тогда и только тогда, когда эти нумералы действительно находятся в этом отношении. Ну, то есть, вот два числа следуют друг за другом, если нумералы следуют друг за другом и наоборот. Аналогично мы можем определить операцию сложения и умножения, то есть мы просто переносим, да, получается у нас мы к токенам должны применить операцию абстрагирования, то есть к нумералам применяем операцию n, она делает нам натуральное число из нумерала и мы говорим, что вот есть операция сложения над натуральными числами, она выполняется для натуральных чисел, когда выполняется некоторая операция сложения для нумералов и аналогично для умножения. Ну, это просто для удобства, чтобы дальше нам можно было говорить о просто числах, а не о нумералах. Вот, ну и число 1 мы можем тоже определить, определить следующим образом. Это число, которое получается из нумерал единица и D, где D это стандартный порядок десятичных нумералов. Ну, здесь у меня отсутствует, тут надо было поставить еще угловые скобки. Вот, соответственно, мы можем задать следующий аксиом, аналогично аксиомам Денекинда-Пиано. Первый аксиом будет говорить, что единица является числом. Вот, вторая говорит, что если X является числом, то не существует такого числа, которое бы стояло перед единицей. То есть, единица не следует ни за каким числом. Оно находится в самом начале. Третья аксиома говорит, что если Y следует за X, и Y следует за X' то тогда X и X' равны. Это нам дискретность гарантирует. Если Y следует за X' и Y' следует за X' то тогда Y равно Y' Это у нас тоже туда относится. Пятая аксиома говорит, что если мы X прибавим к единице и получим Z, то это означает, что Z следует за X' Вот. Ну, потом аналогично шестая аксиома это также для сложения. То, что мы уже до этого обсуждали, это аналог для чисел. Затем для умножения тоже две аксиомы 7 и 8. 7 говорит о том, что какое бы мы число не умножили на единицу, мы получим то же самое число. Ну, и другая показывает, как умножение можно свести к сложению. Затем девятая аксиома это аксиома индукции. и десятая это аксиома существования следующего числа. Вот. С ней у нас возникают некоторые затруднения. Для того, чтобы обосновать аксиому существования следующего числа в ординальной концепции, с помощью ординальной концепции, нам требуется следующее. Ну, смотрите, проблема в том, что нумералов токенов конечное число. Но, правда, для всякого нумерала всегда можно создать следующий нумерал. И дети, собственно, так изучают язык. Они так учатся арифметики в детстве. Они могут досчитать сначала до 10, допустим, потом они обучаются тому, что потом можно 11, потом 12, 13, до 20 досчитать, потом от 20 можно считать 21, 22 и так далее, досчитать до 30, потом до 100 досчитать в конце концов, потом до 200, до 1000 и так далее. И они обучаются тому, что всегда можно создать следующий нумерал. То есть это мы можем сформулировать так. Необходимо для всякого нумерала UR, возможно, существует нумерал U'R' такой, что он является следующим для UR. Из этого мы можем получить по нашим определениям, которые были даны до этого, следующий принцип 10, 2, необходимо для всякого X, если X это число, то возможно существует Y, который является следующим для X. Но здесь у нас говорится о том, что возможно существует некоторое число. А здесь у нас говорится о том, что это число невозможно существует, оно актуально существует. Нам требуется еще такое допущение. Нам требуется допущение того, что если число существует, то оно существует с необходимостью. Оно будет так сформулировано. Необходимо, что для всякого X, если X это число, то необходимо существует Y такой, что он равен X. Вот. И аксиома следующего числа, который утверждает, что для всякого числа существует следующее число, можно получить из принципов 10.2 и вот этого необходимого существования в системе с аксиомой B, то есть в модальной логике, где выполняется аксиома B, допустим в S4, которая аксиома B говорит, что если F, то необходимо возможно F. Вот. Таким образом мы обосновали десятую аксиому, что действительно существует следующее натуральное число. Вот. На этом все. На этом десятая глава о натуральных числах в книжке Линобо заканчивается. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я на них отвечу. Большое спасибо, Лев за последовательный тщательный разбор. Все вроде бы понятно, но может быть затруднительно сразу охватить просто все услышанное. У меня вопрос по аргументации. Вот когда Линобо говорит в пользу ординальной концепции, он часто ссылается на языковые какие-то факты, говорит даже о возможности ссылки на исторические факты и пытается даже какие-то эмпирические основания найти в пользу ординальной концепции. Вот у меня возникает вопрос, насколько это корректно с точки зрения философии математики. Для математики это точно некорректно. Но для философии математики может быть это и корректно, но я не уверен. Ну здесь я еще раз повторюсь, в самом начале Линобо говорит, что вот задача, которую перед собой ставят неологицисты, состоит в том, каким образом мы можем просто прийти к априорному знанию абстракции. Любим как, ну вне зависимости от того, как мы используем язык, вне зависимости от того, как мы в обычной жизни считаем и так далее. Просто каким образом мы можем арифметику обосновать, как априорную, как нечто априорное. Алина говорит, что его задача состоит в другом. Его задача состоит в том, чтобы показать, каким образом от обычной практики, от обычного счета, от обычного языка мы можем перейти к знанию абстракции. Вот. То есть он там несколько раз оговаривается, что он не стремится показать, что кардинальная концепция неправильная, а ординальная правильная. Он просто стремится показать, что ординальная концепция, она более естественная для, ну, по крайней мере, для европейской культуры. В том смысле, что вот мы с детства так обучаемся и исторически так сложилось, что мы обучаемся использовать числа как кардиналы в первую очередь, а уже потом мы обучаемся использовать их как кардиналы. Вот. И поэтому он говорит, давайте посмотрим, если вот у обычного человека есть такое вот некоторое предварительное знание арифметики как ординальной арифметики, как от этого предварительного знания этот обычный человек может перейти к знанию о числах как об абстракциях, которые известны нам априорно. И он стремится показать этот путь собственно. Ну, я думаю, ему можно согласиться, что знание языка способствует изучению математики. Тут, наверное, не поспоришь. Ну, может, что-то большее это доказывает? Или больше ничего не доказывается? Большего здесь не доказывается, и Линобо конкретно даже оговаривает, и я это тоже говорил, концепция тонких объектов не зависит от того, какая концепция о натуральных числах будет принята. То есть мы можем принять кардинальную концепцию, можем принять ординальную, от этого общая концепция тонких объектов не зависит. Ну, да, и аналогично математика не зависит от языка. генезис математического знания от языка зависит, а математика от языка не зависит. Ну, наверное, она, конечно, не зависит. Здесь, правда, есть очень интересный момент, который состоит в следующем. И отношение между языком и, скажем так, миром математических абстракций, это отношение случайное. Ну, вот случайно так получилось, что какие-то значки обозначают какие-то объекты в этом мире. Соответственно, законы этого математического мира мы можем, ну, допустим, там, арифметического мира, допустим, мы можем как-то описать, схватить. И мы их схватим вне зависимости от того, какой язык мы используем. Главное, чтобы он был достаточно выразительным. Да. Ну, когда мы говорим о нумералах, мы пытаемся нивелировать эту случайность. Более последовательно было бы говорить не о нумералах, а о цифрах. Нумерал – это какая-то абстракция над цифрами. Или я ошибаюсь? нумерал – нумерал – это некоторая языковая сущность, которая обозначает число. Ну, нумерал или числительное тоже можно говорить. Да, но в конкретных языках мы можем говорить, что используются те или иные цифры. Ну, да. Нумерал – это как бы абстракция. Уже мы отвлекаемся от конкретности языка, от его случайности. Мы пытаемся каким-то образом тоже построить абстракцию, но абстракцию уже не совсем математического типа. Но, тем не менее, нам все равно ведь нужно учитывать еще и порядок в конкретном языке. Допустим, ну, вот этот пример, что там арабская цифра 3 определенную позицию занимает и римская цифра 3. Это интересно. То есть, абстракция, порядка, она выходит в зарабке понятие генезиса. Наверное, партия. Ну, да, это получается интересная философия математики, которая может с полным правом претендовать на то, чтобы не быть математикой. Ну, мои соображения, наверное, достаточно спутанные и неясные. Но, мне кажется, мы удаляемся от математики в своей философии математики, если видим вслед за ординальной концепцией. Ну, не знаю, может быть, это мне только кажется. у нас тут как бы не интересует сама по себе математика, а нас интересует вот этот самый вопрос, который я уже озвучил где-то в презентации в самом начале. нам нужно понять, в какой мере действительно арифметическая практика представляет нам априорное знание абстрактного мира натуральных чисел. у нас нет никакого другого доступа к абстрактному миру натуральных чисел. Все, что у нас есть, это обычная арифметическая практика. Как с помощью нее мы что-то узнаем об этом самом абстрактном мире натуральных чисел? В конце концов, к априорному мы можем продвигаться вполне апостериорно. этого вроде бы не должно вызывать каких-то проблем. Ну, может быть так, может быть так. Ну, хорошо, Лев, спасибо, надо над этим, конечно, думать еще. Материал во всяком случае очень интересен. Очень хорошо представлен. У меня пока вопросов нет. У меня есть на понимание. Я не очень хорошо поняла, как там возникает парадокс в Буралефорте с этим критерием тожества. Может быть, ты пояснишь. Так, сейчас открою. Вот здесь. В тексте вроде есть какое-то пояснение, но я не очень его хорошо схватываю. там заключается в том, что мы переставляем, берем обычный порядок объектов и берем начальный элемент этого и ставим в самый конец. число. Затем мы смотрим, что же число, с какое же число у нас получилось. Вот, и по идее у нас, ну, то есть у нас получается так, что это число не включено в обычный порядок. А мы до этого предполагали, что в обычном порядке у нас все натуральные числа перечислены. Ну, то есть вот у нас есть обычный порядок натуральных чисел, да, мы можем взять первое число, поставить в конец, у нас будет новый порядок. Но вот это вот, поскольку у нас, ну, точнее, тут не о числах, а номералах, поскольку у нас предполагается, что есть, что номерал может занимать разную позицию, и в зависимости от того, что он занимает разную позицию, он обозначает разные числа. мы предполагали изначально, что когда у нас этот номерал стоял в начале, он обозначает единицу, теперь мы его поставили в конец, он должен тоже какое-то число обозначать. Этот номерал вместе с этим новым порядком обозначает какое-то число. Но дело в том, что этого числа у нас в изначальном порядке нет, с которого мы начали. И вот у нас противоречие. противоречие в том, что у нас есть понятие порядка, содержащего все возможные номералы, и мы построили новый номерал, который туда не входит. Тут, собственно, все состоит в том, что мы определяем число с помощью и номерала, и порядка вместе. когда мы новый порядок сделали, переставив число, ну, то есть переставив номерал, мы построили как бы новое число. Угу, я, кажется, понимаю. Спасибо.